МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обденск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгия Розова. Идария Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. На заседании регионального правительства обсудили грантовую поддержку некоммерческих организаций Калужской области. Юным жителям Обденска напомнили о правилах дорожного движения в игровой форме. В музее «Безымянная высота» открылась экспозиция в памяти о летчике Александре Алымове. Во Дворце спорта состоялся турнир по самбо, посвященной памяти мастера спорта СССР Виктора Журавлева. На состоявшемся заседании регионального правительства заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Федорова доложила о грантовой поддержке некоммерческих организаций Калужской области. На территории области в настоящее время зарегистрировано более полутора тысяч НКО. Самыми многочисленными организационно-правовыми формами являются общественные организации, религиозные сообщества и профессиональные союзы. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона оказывает некоммерческим организациям помощь в подготовке документов для участия в конкурсах фонда президентских грантов. По поручению губернатора в области создан проектный офис. Сформировано шесть ресурсных центров в сфере экологии, культуры и искусства, образования спорта. Их специалистами уже оказана информационно-методическая и консультационная поддержка более чем 40 НКО. В 2022 году на три конкурса фонда президентских грантов было подано 100 проектов от калужских некоммерческих организаций. Из них победителями признаны 20 проектов. Финансовая поддержка составила более 49 миллионов рублей. В разрезе ЦФО по итогам этих конкурсов область заняла восьмое место по сумме полученной поддержки. Регион значительно улучшил этот показатель по сравнению с прошлым годом. Некоммерческие организации области также участвуют в конкурсах фонда культурных инициатив. В этом году 68 НКО приняли участие, шесть из которых получили поддержку на общую сумму почти в 9 миллионов рублей. В 2021 году Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области проведен первый региональный грантовый конкурс. Заявки на него подали 40 НКО, 13 из которых получили поддержку. В этом году на конкурс были поданы 53 заявки. Победителями признаны 21 некоммерческая организация. С 2018 по 2021 годы Министерством проводился конкурсный отбор проекта «Региональная идентичность». 9 НКО стали его победителями. Общая сумма поддержки составила около 11 миллионов рублей. Помимо этого, Министерство предоставляет субсидию из областного бюджета НКО на реализацию проекта «Общественное просвещение». С 2019 года в регионе проводится ежегодный гражданский форум Калужской области, цель которого – создание условий для открытого диалога и консолидации усилий представителей некоммерческого сектора, государственной власти и местного самоуправления, формирования современного гражданского общества и его развития. В шестом составе региональной общественной палаты впервые создана комиссия по вопросам развития и поддержки некоммерческих организаций. В настоящее время ведется разработка информационного портала Калужской области о людях, проектах и общественно значимых инициативах «Думай, действуй, достигай». Владислав Шапша поручил усилить работу в этом направлении, подчеркнул, что в следующем году на федеральном уровне планируется увеличение финансовой поддержки некоммерческого сектора. «Наша задача – суметь воспользоваться этими ресурсами, помочь нашим энтузиастам, нашим активным деятелям некоммерческого сектора поучаствовать во всех этих конкурсах и победить». Сегодня в Калуге губернатор Владислав Шапша провел заседание областной антитеррористической комиссии. В совещании участвовали первый заместитель председателя законодательного собрания региона Виктор Бабурин, федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев, представители силовых структур, профильных министерств и органов местного самоуправления. В ходе работы комиссии был одобрен комплекс мер по повышению эффективности участия органов государственной власти в деятельности по профилактике терроризма. Владислав Шапша подчеркнул, что текущая ситуация требует от всех органов власти особого внимания и концентрации сил. В деятельности по профилактике терроризма важна разъяснительная работа, своевременное доведение до сотрудников министерств и подведомственных им учреждений информация о мерах по противодействию терроризму. Комиссии также были приняты решения по повышению уровня защищенности региональных объектов топливно-энергетического комплекса. Сегодня в музее «Безымянная высота», расположенном на базе Обнинской школы номер 6, состоялось открытие двух витрин, посвященных выпускнику этой общеобразовательной организации Александру Валентиновичу Алымову. Память о советском военном летчике решили увековечить таким образом, чтобы о его подвиге в первую очередь знали представители молодого поколения. Подвиг Александра Алымова – это пример поведения настоящего советского человека. Он погиб 1 февраля 1979 года неподалеку от города Чемкента в Казахстане. Во время учебного полета Александр Алымов отводил вышедший из строя истребитель Ажжилова поселка. Последние секунды и он, не теряя времени, принял решение пожертвовать собой, чтобы спасти других. Ему было всего 23 года. У Алымова было несколько секунд, чтобы выбрать, катапультироваться и стать невольной убийцей десятков человек или погибнуть самолет. Самолет упал всего в 90 метров от поселка. Никто и жители не пострадали. Произошло это 1 февраля 1979 года. Когда-то в 1979 году в школе был открыт музей памяти Александра Алымова. Но получилось так, что по каким-то обстоятельствам музей был закрыт. И сегодня в жизни нашей школы произошло очень важное такое событие. В наш школьный музей вернулось имя Александра Алымова, открытая экспозиция, посвященная его памяти. Родился Александр Валентинович Алымов 29 октября 1955 года в Первом Наукограде. Жил на улице Гурьянова. Окончил в 1973 году находящуюся на той же улице общеобразовательную школу номер 6. Занимался в волейбольной секции детско-юношеской спортивной школы. Играл на уровне межобластных соревнований. После окончания школы поступил в летное училище, выдержав конкурс 20 человек на место. Вот что Александр Алымов писал в письме родителям из своего военного училища. Я совершил свой первый самостоятельный полет на боевом самолете. Понравился он мне очень и очень. Никто тебе не мешает, все делаешь сам. Да и лететь на боевом одно удовольствие. Первый барьер взят. Теперь будем двигаться дальше. Самые трудные упражнения впереди. И, конечно, город должен знать своих героев. Мы очень надеемся, что все-таки предложение о том, чтобы назвать улицу именем Александра Алымова или хотя бы небольшое памятное место, все-таки эта ситуация прояснится наконец-то. И наш обнинский герой получит заслуженную свою награду и память у нас у всех. На мероприятии, состоявшемся в школьном музее, присутствовали не только ученики, но и родственники Александра Алымова. Младший брат Виктор Валентинович Алымов вместе со своей супругой Евгенией Ивановной. Виктор вспомнил о том, как на похоронах брата задал вопрос сопровождающим тело офицерам о другом варианте развития событий. Ему приказ прыгать, то есть он мог бы прыгнуть, ну, перелепост на другую часть. А приезжали, значит, военные, ну, ребят в свою часть. Я, когда он подошел, знал, я говорю, ну, так, что было бы, ну, как-то, что бы, поселка бы не было. А ему в этот раз приказ был, все, он же военный, все, перелепост на другую часть, и все. Вспоминая о герое и его подвиге, Евгения Алымова отметила, что стать летчиком Александр мечтал с детства и шел к этому, несмотря ни на что. Жили-то они, вот, люди, как постарше-то помнят еще здание вот этого вокзала, старого-то уже, который снесли. Вот в этом здании они, собственно, жили, а город еще только весь строился. И, собственно говоря, поступил-то он по здоровью, потому что он в детстве сильно болел, вот. А когда занялся вот этой волейбольной секцией, значит, это самое, тут он, значит, это самое, стал больше заниматься, ну, немножко там ему не хватило, но, в принципе, он шел в своей мечте. Дело в том, что, ну, никаких таких у него, там, папа военный, там, еще что-то, просто мама и папа, оба железнодорожники, вот, простой совершенно парень. Александр Алымов – это пример мужества и героизма для подрастающего поколения. Тот, на кого стоит и нужно равняться. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Сегодня в городском парке прошла очередная познавательная игра-акция для воспитанников нескольких детских садов. Ребятам в увлекательной форме рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения. Научили, как правильно вести себя на дорогах, будь то пешеход или водитель. Еще не так давно профилактические акции по правилам дорожного движения проводили перед главной сценой парка, но в начале сентября была торжественно открыта обновленная площадка. Здесь были установлены небольшие дорожные знаки, проложены тротуары из гравия, нарисованы разметка и пешеходные переходы. Появились небольшие остановка, школа, заправка и светофорчики. Теперь занятия в основном проводятся здесь. Там было удобнее, что, ну, в общем-то, как бы пятачок, все под рукой, всех видно. И это было удобнее, скажем, организаторам праздника. Где-то деток можно было посадить, показать какой-то спектакль или гитбригаду. То есть здесь не пока шагит бригаду, потому что все, все разъехались, все используют, ну, скажем так, дорожные знаки, останавливаются. Вот. И это другой формат. И, скажем так, а для детей это более интереснее, а для организаторов это сложнее. То есть поэтому оно, не могу сказать равноценно, но оно значимо, как бы, дополняет одно другим. Спасибо еще раз Синтеку за то, что, в общем-то, они нашли возможности. И такой, в общем-то, подарок сделали не только парку, а городу. А сейчас у нас появилась прекрасная возможность на практике показать, как нужно переходить дорогу, где запрещено переходить, какие бывают знаки, какая бывает разметка. И прекрасно, что такой автогородок в парке. Почему? Потому что обучать детей на уличной дорожной сети в условиях города – это небезопасно. А здесь закрытая территория, здесь все в уменьшенном виде, скажем так, все так же, как и по правилам дорожного движения – знаки, разметка. Такую бы площадку да в каждом городе делится мыслями Наталья Холостенко. Занятия с детьми при поддержке ГИБДД проводятся регулярно, несколько раз за месяц. Часто для малышей организовываются викторины, вручаются небольшие призы – светоотражающие браслеты или брелоки. Важно, чтобы водитель видел пешехода. Маленьким гостям, конечно, больше всего нравится момент катания на самокатах по новой площадке. На старые простора и наглядности не хватало. Это наглядно, это сразу понятно, как, где дорога, где переход. Если раньше мы, ну, я, например, рисовала мелками – это переход, это дорога, это тротуар, то здесь сейчас все видно, видны знаки. И мы делимся, у нас дети становятся и водителями, и пешеходами. Могут себя попробовать в роли полицейского, но больше как регулировщика, да, показать там стоп-машинам, как пройти, где пройти, учимся, как правильно переходить дорогу. Важна актуальность. Вот мини-остановка, вот мини-школа. Не всегда ребята будут в детском саду, вырастут и пойдут в первый класс, будут учиться, им предстоит добираться от автобуса до дверей образовательного учреждения. Хорошо, если они будут знать правила. Для детей подготовили небольшую познавательно-развлекательную программу «Учащиеся школа номер 13». Сотрудники парка провели урок по правилам дорожного движения. Ошибки, которые дети допускали, разъезжая по городку, разбирали и отрабатывали совместно с сотрудниками дорожной инспекции. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. В здании городского бассейна муниципального предприятия «Дворец спорта» состоялся восьмой турнир по самбо, посвященный памяти тренера, воспитавшего значительную плеяду самбистов в нашем городе, мастера спорта СССР Виктора Ивановича Журавлева. Виктор Журавлев ушел из жизни в 2015 году. Его запомнили как выдающегося деятеля науки и спорта. Борьба с самбо была частью его жизни. За годы работы в Обнинске тренер воспитал 37 мастеров спорта и двух мастеров спорта международного класса. По сложившейся традиции на состязаниях, посвященных памяти Виктора Журавлева, собрались родные, его друзья, коллеги, ученики выдающегося тренера. Валерий Павлович Лапин – один из первых тренеров первого наукограда по борьбе. Он занимался вместе с Виктором Ивановичем долгое время и до сих пор с теплотой вспоминает о времени, которое они посвящали и спорту, и его развитию в Обнинске. Спасибо Виктору, что он продолжил. Я-то ушел потом в карате, а он продолжал заниматься самбо и дзюдо. Ну вот, полгорода, наверное, не меньше, проходило через наши секции. Мы, и он, и я, были не профессионалами. Мы практически… Профессионалы – это когда зарабатывают деньги. Но нет, мы работали в ФИИ, и он, и я тоже. Работали в ФИИ, а это у нас было хобби. Евгений Мишанов сегодня тренирует самбистов в спортивной школе Олимпийского резерва «Экспресс», которая находится в городе Великие Луки. А ведь когда-то он, будучи зрелым человеком, тренировался у Виктора Журавлева и благодаря этому вернулся в профессию тренера. А в самих соревнованиях команда «Школы «Экспресс» принимает участие не в первый раз. В соревнованиях участвую не в первый раз. В свое время когда-то я оставил профессию тренера, но судьба меня свела с Виктором Ивановичем Журавлевым. Я у него потренировался, уже будучи зрелым человеком, и он меня как-то вдохновил и вернул меня в профессию. Я благодарен ему за это, поэтому я обязан был приехать на этот турнир и очень впечатлен организацией турнира. Все хорошо, все слаженно, красиво, мне очень нравится. К слову, сегодня самбистов «Наукограда» тренирует Михаил Журавлев, продолжая воспитывать будущих чемпионов в таком виде спорта, как самбо. В соревнованиях приняли участие 136 спортсменов из Московской, Калужской, Псковской, Тульской, Брянской и Воронежской областей. Среди участников – юноши 2008-2010 годов рождения. Обнинская соревновательная площадка в прошедшей выходной собрала более 20 команд из разных областей России. Гости из других регионов составили очень сильную конкуренцию обнинцам. Однако спортсмены «Наукограда» проявили себя достойно на восьмом турнире, посвященном памяти Виктора Журавлева. Обнинские самбисты показали отличные результаты. Спортсмены стали победителями и призерами турнира, завоевав три золота, одно серебро и одну бронзу. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск Онлайн ВКонтакте», в Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в «Наукограде» и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.